Для нашего мастер-класса нам потребуется бабочка, один пин, для удобства я взяла с петелькой, небольшой отрезок, около 5 сантиметров, но можно погуще перышек, ножницы, клей и маленький концевик. Артикул этого концевика К724. И так как у нас будет моносерьга, нам потребуется одна швенза, для того, чтобы надеть подвеску на нее. Подвеску мы будем крепить на выл-кольцо, а вторую сервину оставим просто без всего. Итак, приступим. Для начала давайте разберемся с перышками. Лента в данном случае нам не нужна, поэтому все перья из ленты я сейчас выщипаю и склею в один маленький пучок эпоксидным клеем. Напомним, как работает эпоксидный клей. Это двухкомпонентный клей, где есть фракция А и Б, и они смешиваются. Эпоксидного клея нужно совсем чуть-чуть, маленькая капелька одного. И вторая, точно такая же капелька, смешиваем один к одному, другого. Продается этот клей в строительных магазинах. Не обязательно брать этой фирмы, можно брать совершенно любой. Единственный нюанс этого клея, он достаточно быстро засыхает. Поэтому, как только мы перемешаем фракции, нам нужно будет работать очень быстро. Давайте выщипаем все перышки, что нам потребуется. Так как у меня остался отрезочек 5 см, я использую его целиком. Так, и теперь смешиваем клей хорошенько и обмазываем кончики перышек в клею, делая пучок. Музыка. 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 Продолжение следует... Так, теперь склеили в одну маленькую кисточку. Сейчас мы немножко подождем, пока клей схватится, и будем продолжать работу дальше. Прошло несколько минут, и наша кисточка застыла и стала вот такой вот метелочкой. Край у нее достаточно плотный получился. Давайте продолжим. Сейчас мы будем этот кончик засобывать в этот маленький концевик и делать из этого подвеску. Механизм будет тот же самый. Мы разведем эпоксидный клей и вставим одно и другое, и склеим. В этот раз клей нам потребуется чуть больше, потому что нужно заполнить все пространство, которое будет свободно. И я прямо вот так беру клей и вкладываю его в основание. Работаем быстро, чтобы клей не успел схватиться снаружи, и мы все аккуратно потерли. Так, вставили. Остается там внутри небольшое пространство, но этого мы не пугаемся. Все аккуратно с фурнитуры снаружи, весь клей убираем. Итак, клей у нас схватился. Проверяем. Все держится крепко. Но есть один нюанс, который мне не очень сильно нравится, и это остатки склеенного основания. Мы сейчас это просто закроем заживными бусинами. Я возьму две побольше и поменьше, и, наверное, использую сразу ту, которая побольше. Закрываем восьмину. Так, сейчас получается вот такой колокольчик. Давайте продолжим делать остальную часть. Пин я выбрала с петлей для упрощения работы. Петлю я слегка отгибаю. И колокольчик наш надеваю на петлю. Провожу сквозь основание бабочки. И у нас получается вот такая подвеска бабочка. С которой мы сейчас сделаем полноценную подвеску на сережку. Нименально потребуется кольцо. Мы берем пин, перекусываем его. И делаем петлю с кольцом. Получается вот такая подвеска, которую мы с легкостью надеваем на нашу шелезу. И получается вот такая красота. Смотрите. Получается. Продолжение следует...